Лайк, видосик, увлепи, комментарий напиши, и подписку жми, и-и-и. А в ответ не вид лови. Как-как-как. Станет нас три миллиона, три лимона, три лимона, Желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Теть Софи сегодня исполняется аж 9 лет. Да, приветик. Мы поздравляем тебя и решили сделать тебе необычный подарок. Память о детстве. Но сначала надень вот эту футболку Хеллоу Китти. У тебя же любимый цвет розовый? И ты говорила, что в детстве обожала Хеллоу Китти. Давай напяливай. А мы дарим тебе вот эту розовую колясочку. Ты можешь в ней кататься, и Аня может тебя в ней возить. Вау, класс, так круто. О, это так прикольно. Реально колясочка на колесиках моего любимого цвета. С прикольным узором, и у нее даже есть крыша. И ручки, чтобы можно было меня катать. И даже сиденье. Я тоже, если что, подарок выбирать помогала. Вообще класс, а остальные? Что остальные? Ну, а остальные подарки? Вообще-то это наш общий подарок. Какая коляска и все? Блин, София, мы обычно дарим каждый по одному маленькому. А тут такой большой подарок. Такой большой, что нам пришлось скинуться. Больше у нас ни на что денег не хватило. И вообще, вон, Аня, тебе на нашем общем семейном канале Magic Family. Такой сюрприз устроил. А, да уж, а это правда. Такой сюрприз. Колесо фортуны с выполнением безумных заданий. Собачье колесо желаний нам такого никогда никто не делал. Даже пенную ванну вы вместе принимали. А какой подарок она тебе подарила, а? Короче, ребята, обязательно потом сходите и посмотрите это новое видео на Magic Family. И если вы любите покемонов, то ставьте там лайк. Вообще-то лайки нужны, чтобы мы выполняли самые безумные задания вместе с Аней. Которые ребята будут писать в комментариях. Ну, ладно, спасибо вам за подарок, чё. А ребята, я думаю, колесо фортуны на Magic Family точно посмотрят. Такого они ещё не видели. С днём рождения, Софи. Да, с днём рождения, сестрёнка. Тётя Софи, слушай, расскажи какую-нибудь стыдную историю из своего детства, а? Юмичу, ты так говоришь, что я чувствую себя уже какой-то бабушкой. Ну так почти и есть. Слышь ты, мелкая. Ну, в этой коляске ты правда смотришься как бабуля. Да, не, на шутят, Софи, не обращай внимания на подростков. Ну правда, расскажи что-нибудь. Ты так интересно рассказываешь. Ну, например, вот ты помнишь, как родилась? Я вот не помню. Да уж, помню. И вот, на самом деле, всегда так. Когда рождается ребёнок, его начинают тискать все подряд и сюсюкать. И думают, ему это нравится. Наверное, поэтому он и орёт. Я тоже орала. На самом деле, я думала, чё это за гигантские ручища держат меня? Положите срочно меня на место, вы меня сломаете. Отпустите! Думала я, поэтому я так орала. Я же ничего не видела, у меня глаза ещё не открылись тогда. А когда открылись? Ну, а когда открылись, всё самое стыдное-то и началось. Из той лысой глисты подросла вот такая булка. Между прочим, у этой булки уже был старший брат. Кто? Эйвен, ну ты чё? Чё? Ты чё, не узнаёшь? О, это же я был. Ну, вообще-то ты и есть мой старший брат. Ну, я подумал, вдруг у тебя ещё есть старший брат. Эйвен. Ну, мало ли. Ну, мало ли, подумал он. Вот так вот Эйвен всё детство надо мной и издевался. Не, правда, я всегда тебя любил, заботился и защищал. Наверное, старшего брата иметь круто. О, ладно, да, вот это правда. Ага, а вот ты была жуткая вредина. Кстати, правда защищал. Это точно. Потому что самый жирный плюс быть милым маленьким щеночком и иметь старшего брата, это то, что когда я пукала в детстве, всегда можно было сказать, что это не я. И свалить всё на старшего брата. А я типа такое пушистое милое солнышко. Как я вообще могу пукать? Вы посмотрите на меня. Какое я золоце. Какая я милашка. Я и пукать? Нет, это всё Эйвен. И когда Аня замечала, она говорила, фу, кто напукал? А я отвечала, это Эйвен. Да, сейчас, конечно, мне за это стыдно. А вот пусть тебе и будет стыдно. Пукала ты это побольше, чем я. Эй, Эйвен, чё ты врёшь? Немного я пукала, совсем чуть-чуть. Ага, конечно, пукала, ещё как. И так много, что ж задохнуться можно было. Слёзы из глаз текли. Устраивала там нам всем газовую камеру дома. Ну, Эйвен, ну чё ты врёшь? А ещё писала везде. Эм, вот это правда. Да уж, ну и жизнь у вас была. Сплошной туалет, писали, пукали. Вспомнить больше нечего. Это вы тут тогда вот только вдвоём были с Эйвеном. А плюс жить в большой семье, это то, что когда пускаешь Шептуна, никто не догадается, что это ты. Можно сидеть с таким лицом, типа, а чё я, я ничего. Ага, понятно, Юмичу. Ты, видимо, всегда так и делаешь, да? Нет, я так не делаю вообще. Нет, я не пускаю Шептуна, слышите? Всё ясно, теперь всё понятно. Кто это вечно пукает и никогда не признаётся? Всё понятно с тобой, Юми? Да нет же, нет же, это не я правда. Да, твоя тайна века раскрыта. Эй, ну это и правда не я, я пошутила. Ладно, хорошо, хоть ты не писаешь, где попала. Я чё, я ж не ребёнок? Вот в том-то и дело. Когда я была ребёнком, я была вредная. И ещё один мой стыд, это писать, где попала. В том числе на диван хозяев. Я залазила в Анину кровать и писала прям там. Да и вообще я писала на пол, на кухне, на ковры. И меня, конечно, не ругали за это, а пытались приучить пелёнки. Но сейчас мне за это почему-то так стыдно. Да ладно, София, ты ж была совсем малютка. Ну не знаю, не знаю, когда я была маленькая, я не писала, где попала. Я сразу поняла, где мой горшок. Значит, я была совсем ужасным ребёнком? Да ладно тебе, тётя София. Я вон как-то раз накакала прямо в кровати Ивану. И ничего. Вообще-то, очень даже чё. Да, то есть я была ещё более ужасным ребёнком. Кошмар. А меня вообще вы прозвали вместе с Аней Котомонстром. Так что да, кто ещё из нас был вреднее? Киса Алиса в детстве была вообще маленьким монстром. Так что я была ангелом, понятно? И я тоже была ангелом. Вообще-то, Юми, ты всегда говорила, что ты была покемоном. Я и сейчас покемон, я был покемон-ангел. Короче, видите вот эту кроватку, на которой я сижу? Это уже новая, потому что ещё одна стыдная история связана с тем, что... Да-да-да, я помню эту кроватку. У нас была красивая белая кровать. Да. И я её сгрызла. Сгрызла свою кровать? Сгрызла кровать? Крипово. Кринжово, я бы сказал. Ну, короче, я была мелкая. У меня жутко чесались зубы. У вас когда-нибудь росли зубы, нет? Они у меня росли и чесались. И я почему-то решила сгрызть свою кровать. Не знаю, что тогда было в моей голове. У меня же были игрушки, и вроде было чё грызть. Короче, я иван прав. У нас была такая красивая белая кроватка. И в итоге я сгрызла ей все ноги. А ещё я грызла не только свою кровать, но и всё подряд. Анины наушники, игрушки, свой поводок. Кстати, я ужасно ненавидела поводок. И когда на меня надели эту дурацкую фигню, я сказала. Всё, я никуда не пойду. И лежала так очень долго. Ага, ты так лежала, пока все просто не ушли и не забыли про тебя. Неправда. Но лежала я долго. А потом тебе просто надоело. Да, мне пришлось смириться с этим. Всё-таки, видимо, Софиша в детстве была ещё вреднее, чем... Наша Юмичу. Я думала, вреднее Юми никого нет. Так и есть, вреднее Юми никого нет. Эй, слышите? Я вообще была супер послушным ребёнком. Самое милое создание. Ага, конечно. О да, покемон, давай, рассказывай нам тут свои сказочки. Ну ладно вам. На первый взгляд мы, правда, все очень милые и послушные. А в душе монстры. Я вот вечно, когда была мелкая, куда-нибудь залазила. И я не хотела оттуда вылазить, пока меня не вытащат. Вообще-то, Софи, на самом деле ты просто застревала и не знала, как вылезти. А, да, это правда. Но хозяева-то этого не понимали. Ох, скорее бы Новый год, да? А ещё я наконец-то приготовила всё для моего утра в сиреневом цвете. Кстати, про Новый год. Татья София, расскажи, как ты отметила свой первый-первый-самый первый Новый год? Самый первый Новый год в жизни. Ну, мне было всего два месяца где-то. Меня нарядили в красивое платьице. Я прям была такая принцесса. Да и вообще, я всегда выглядела как ангел. Мы нарядили ёлочку, и Аня дала нам с Эйвеном по куриной лапе. Погрызть типа. И я была такая жадина, что я ж даже не могла съесть такой огромный кусок, но я погрызла свой немножко. И захотела отобрать у Эйвена и его вкусняшку. Вот такая жадная малявка, чтобы мне всё досталось. Жадина-говядина. В попе шоколадина. Фу, Юмичун. Да, уж кого мы воспитали. Ну, а вообще, в целом, мы жили дружно. Да, Эйвен? Да уж, конечно. Только в попе у тебя была не шоколадина, а настоящая шила. Шила в попе. И когда ты была мелкая, ты вечно мешала мне гулять. Лезла играть. Не давала мне даже в туалет сходить. И всегда, постоянно как червяк суетилась. Не зря Аня в детстве тебе прозвище дала червяк. Как и Юмичу. Ты всё время что-то делала, и когда ты засыпала, это был рай в доме. Тишина и покой. А, что, правда, что ли? На фотках как-то не так выглядит. На фотках всё выглядит не так. А вот когда у тебя был первый день рождения, я забыл про подарок. С каждым бывает, ты на меня обиделась и не разговаривала со мной неделю. Правда, сама потом начала, потому что тебе стало слишком скучно. Ну, видимо, не зря у Софи было прозвище Оторва. У тебя же даже адрес на ютуб-канале был Софи Оторва. Ага, точно, когда мы только начинали. А что такое Оторва? Ох, Юми, стыдно не знать такое. Чему сейчас детей в школе учат? Так, посмотрю в нейте. А я, кажется, знаю. Я нашла. Хулиганка, сорви голова, бесстрашная и озорница. Вот такая я и была в детстве. Жаль, мы завели канал. Жаль, мы завели канал и стали снимать видео, когда мне уже было три годика. Я уже была постарше и не такая безумная. Ты ищась, не подарок. Эй, Юмичу. Я ищу, какой подарок, ясно? Не, ну на самом-то деле София, правда, смелая и умная. И послушная. С девятилетием тебе, Софиша. История прикольная, особенно про пухи. Юмичу, только все пуки да каки. Ну и что, ты тоже такое любишь? Нет, я уже не маленькая для этого. Ладно, вам хватит спорить опять. Да, ребят, поздравляйте нашу Софишу в комментариях. А, Эй, вам-то и зачем меня пупой по лицу прям бьешь? Пупой по лицу. Короче, идите смотрите Колесо Фортуны, Колесо Удачи. Короче, ролик с безумными заданиями на канале Мэджик Фэмили. Не только про Софишкин день рождения, там вообще треф. Если много лайков не берем, Аня сказала, всем такое снимет. Да, так что спасибо вам за поздравление. И вот ссылка в описании внизу, а мы пойдем тортик кушать. Вот там внизу, внизу, вот там внизу. Внизу? О, я, я, я хочу тортик кушать. Давайте, ребята, внизу. Внизу ссылка. А мы пойдем торт жрать. Эм, пока. Я первая. Первый кусок журмой. И потом будут говорить, что это я вредина. Эй, я тоже торт хочу на день рождения.